Привет, друзья! Если ты зашел на этот ролик, значит у тебя есть проблемы с монетами. У меня есть 4 ролика уже по монетам, но этот тоже будет актуальный. Очень. Без воды, очень быстро. Смотрим. Значит так, каша у меня есть. Кашу создавать очень сильно просто и легко. Есть сложный такой способ, но он реальный, кукуруза. Огонь. Получается 50 каши. Но есть вариант с салатом. Вариант с салатом, смотрите у меня на странице. Да, дело в том, что возник. Возня есть. Но это реально. И очень даже, ну можно сказать, бесплатно. Мы рассмотрим вариант с рыбой. Рыбы у меня 0. Всего нам всего 10 ананасов и верблюжья шерсть. Ананасы растут быстро. Всего нам всего 16 часов. С удобрением плюс 50. Они растут быстрее. И также смотрим лошадиного корма. У меня 0. Реально. Также рыбу можно создавать из пирамидок и древней монеты. Но получается всего 10 рыбы. Идешь набрать только пирамидок и древних монет. Нужно постоянно удить рыбу. У вас проблемы с этим пенопластом. Постоянные регулярные проблемы. Но здесь ловится не только, конечно же, рыба. Здесь много другого ловится на поплавок викина. Так что вы можете ловить и так рыбу, и таким методом, как мы сейчас будем добывать. Поехали. А в конце мы посчитаем, что у нас и как из чего получается. Это будет интересно. Это моя локация. Холдендейл. То, что я делаю, всегда имеет какую-то выгоду. Потому что мне монеты нужны не менее, чем вам. Пересевать вот таким вот образом очень даже выгодно. Я здесь убираю красную смородину. Это не значит, что она не выгодна. Она мне очень даже нужна. Но она, Холдендейл, двойная локация. И на второй стороне растет эта красная смородина. Я кормлю только грушами. Вы скажете, зачем же ты сажаешь красную смородину? Так, у меня ее просто не хватает. Этой красной смородины. Регулярно отсылаю ее своему мульту. Это очень даже весело. И в мульт обходится корм птицы абсолютно бесплатно. То есть везде ищите свою выгоду. Это очень сильно интересно в игре. И так же мы садим этот ананас. Но я сейчас его просею. И потом мы дальше продолжим. Итак, ананасами наша плантация это засеяна. Берем, нажимаем удобрить комплексы. Почему я не рекомендую сразу нажимать удобрить? Повторять удобрение. Потому что у вас всегда есть выбор. Так как есть коллекция рыбака, если вам нужно очень срочно. И удобрение на 50%. С удобрением 50% растет наш урожай 4 часа. Но мы сделаем мгновенное. И у нас вот наши ананасы появились. Далее. Чтобы собирать, если у вас лунный страж, яблоками собирать, нужно только 1-2 слота. Вот так вот удобрять. Если вы удобрите 3 уже, тогда он собирает очень шустро-шустро. И нужно собирать только медом. Так что вы убираете. Если у вас нет лунного стража, а только вигвам, тогда вам без разницы, сколько вырастет. 1, 2 или 3 слота. Мы вот так вот собираем наш урожайчик. Сейчас я это пропущу, и мы посмотрим. Вот. У нас уже, походу, оно собралось. Смотрим. Ну, немножко ананаса как бы выросло. Теперь мы грузим это дело в санки. Очень сильно выгодно выращивать любую продукцию. Холдендейл, Хартвуд и метеостанция. Почему? Потому что домой даром и совсем рядом. И вот так вот можно хоть возить, хоть летать. Это очень даже выгодно. Я сейчас просею пару урожаев, положу. Вот таким вот мы образом делаем просто рыбку и посмотрим. Ну вот, я одни санки привез, и почти 8 тысяч рыбы. Это тоже как бы топово. Можно это делать быстро. И мы сравним, что все-таки выгоднее. Выращивать ананасы и салат. Или же делать корзинки из страусиных яиц. Но там есть один вариант. Нужно тратить червячки, время, место и много кое-чего. Огонь. Здесь не нужно ничего. Сейчас я немножечко там подсуетюсь с этим ананасом. Итого, дальше бы это, конечно, продолжалось, но у меня кончилась шерсть верблюда. Посадила сюда верблюда. А так можно было бы возить, возить и возить, но шерсть уже как бы все. Все. Ананасы остаются, шерсти верблюда нет. Поэтому и в эту ферму тоже придется поставить верблюдов. Ну, там у меня стоят овцы. Итак, давайте переходим. Теперь к нашей финальной части. У нас лошадиный корм создается здесь. Все. Кончилась каша. Каша даже кончилась. Ну, кашу, как я вам уже говорил, нужно создавать салат. Рыба даже осталась. Каша кончилась. Ну, это не проблема. С кашей проще. Куда проще. Поехали мы к лошадиному корму. Шо у нас получается. У нас всего-навсего один миллиард там чистый. И сколько мы... Вот сколько у нас вот хватило всей продукции. Ну, так, чтобы вот за один раз. Вот. Миллиард таки есть. И есть миллиард. И я считаю таки, это даже очень топ. Не знаю, к кому, а мне понравилось. Во-первых, необычно. Во-вторых, очень сильно быстро. И классно. Есть ли смысл это делать? Есть смысл проходить карту. Вот что я вам рекомендую. И еще один миллиард. И вы смотрите, как вот просто ровно, на ровном месте уже два миллиарда у нас есть. просто, как говорится, на одних ананасах. Это даже очень классно. Да неужели еще один будет? Да! Да! И вот они три миллиарда. Вот это ананасы. Это просто топ. Мне понравилось. Заходит. Главное, удобно. Возить приятно. Рядом. Ну, совершенно. Рядом, можно сказать. И не хватило чуть-чуть. Еще до одного миллиарда. Ну, вот как-то так. Пишем, как вы делаете монеты. Есть ли способ еще какой-то, ну, очень интересный. Ну, как я вам объяснил, делать это можно. И довольно-таки, ну, ну, слишком быстро. Ну, очень даже быстро. Просто вот так вот на ровном месте. Садим салат, делаем из него. Ну, верблюдов надо, конечно, рассаживать побольше, потому что на салат тоже идет шерсть верблюда. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok